а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть на nf марш в 22 фирму и у нас на календаре август она балансе уже есть заветный миллион денег и это как бы неплохо давайте смотреть что у нас происходит как обычно на старте начнем с финансового отчета за июль то что было в прошлой серии в принципе самое интересное это контракт которые выполнялись потом за кадром 755 тысяч было за уборку потом культивацию и посев полей которые мы убирали и удобрения немножко денег было потрачено на удобрение семена 22000 и в принципе все путем продано тюков это солома которая была с полей с овсом продано урожая 70000 это излишки урожаев которые там были также друзья сейчас у нас новый день а значит новые контракты тут особо ничего такого интересного прям нету была уборка 42 поля я его уже убрал и соответственно здесь сейчас пошла культивация 59 поле с овсом тоже убирается сейчас в процессе потом будет культивация соответственно два поля эти еще будут посев и удобрения также была про полка полей которые мы убирали в прошлой серии точнее вчера еще друзья прошел стримец там где мы убирали хмель если вдруг кому интересно ссылочка в описании 3 часа просто уборка хмеля по gps ну и по болтушки стрим был просто вчера 11 сентября а этот ролик на ю тубе выходит где-то намного позже поэтому может быть кому-то освежить в памяти или кто-то просто не видел и друзья какие у нас планы на сегодня но во-первых контракты ладно с контрактами там все работают там все путем деньги нам нужно потратить на пока кстати давайте пробежимся еще по нашим полям которые у нас есть посмотрим что 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 у них у нас есть три своих поля одно из них завтра созреет кстати и это не это поле это у нас пшеница и мы это поле купили уже с пшеницей шестой день из 7 послезавтра она созреет послезавтра будем убирать октябрь будет а вот это уже наша пшеница которую мы посеяли третий день пошел тут в общем-то все хорошо с пашки только не хватает поэтому урожай будет не полный есть друзья у нас еще одно поле здесь у нас помощи чевица растет дачи чевица тоже мы купили это поле вместе с поселами тут так себе уровень паш что так себе азот где-то он лишний не знаю почему в общем тоже не самый прекрасный урожай но опять-таки мы не заботились об этом поле до того как его купили а завтра это поле созреет завтра соответственно в сентябре будем убирать так вот что нам надо сегодня сделать сегодня я друзья хотел немножечко обновить наш парк техники завтра у нас опять-таки сентябрь а сентябрь это значит что у нас созреют все поля на карте с травой вот здесь видите третий день из 3 соответственно 4 урожай созреет и появятся контракты на уборку и я хочу их сделать а на прошлый раз у меня это заняло почти два дня все контракты сделать поэтому я хочу немножко обновить наши тюкалки чтобы было немножко побыстрее точнее одну нашу тюкалку что я хочу друзья взять вместо нее для контрактов на сено и на сбор соломы наверное все таки имеет смысл взять квадратную тюкалку тут они есть абсолютно разные и все одинаковые то есть у них разная потребность в мощах но по сути дела умеют они делать все одно и то же скорость одна и та же тут в принципе просто выбираем то что понравится больше внешне по цене они но плюс-минус одинаковые я честно говоря склоняюсь больше всего куновской плюс она и меньше всего мощей требует это просто совпадение но в общем то скорее всего возьмем вот такую можно поменять бренд колеса зачем-то но не знаю присваиваем ей 38 номер это у нас уже будет покупаемые да и друзья для силоса я все-таки хочу попробовать взять вот эту вот викон фастбейл что-то меня все убеждают что с ней будет все равно быстрее несмотря на то что она только самые маленькие тюки вот эти по 125 сантиметров крутит принципе для силы со 125 и 150 не сильно большая разница но она не не останавливается для выгрузки она двухсекционная и в общем то из-за этого ты и поставил этот мод если что ссылочка на все моды есть в описании и первый ролик в плейлисте описание модов в чуть что давайте посмотрим другой цвет фольги и розовый не знаю почему хочу розовый и по дизайну один пофиг пускай будет такой и колесики тоже зачем-то другие поставим это у нас будет номер 39 а вот и мы в общем то это дело тоже берем а эту тюкалку такси что-то я слишком быстро эту тюкалку друзья мы продадим и нам нужен еще прицеп для квадратных тюков и я честно говоря уже задумываюсь о том чтобы брать мана с полуприцепом с автопогрузкой пара-пра папа грузовик не грузовики нам надо что нам нам нужно вот этот пак техники вот этот вот крон больше всего меня сейчас интересует он нам в любом случае в будущем понадобится для того чтобы поддоны возить и что у него по вместительности он кстати смотрите 36 тюков маленьких вмещает в себя круглых и 18 по 150 то есть он будет в любом случае больше увозить это меня радует квадратных тюков маленьких 120 сантиметров 205 штук но наш тюкалка помов такие не умеет и по-моему это прям маленькие по 600 литров такие ли по 700 не очень интересно в общем-то 30 штук квадратных он вмещает и мне кажется это то что нам надо к нему правда надо купить еще тогда одного мана хотя с другой стороны есть еще друзья вот такие вот прекрасная вольво у нас из платины я да я наверное не говорил в прошлой серии и я в общем-то купился премиум эдишн то есть два сезон паса первого и второго года и соответственно почти все dlc у меня теперь есть много техники интересные здесь добавилось может быть как-нибудь даже будем смотреть но вот сейчас нам вольво вот эти вот попались я думаю что нибудь из этого приобрести давайте приобретем можно всунуть слушать этот прям тюнинг как в етске на старте был двигатель 750 лошадей мне кажется имеет смысл даже его поставить потому что поддоны когда будем возить они то будут весить или тогда и поставим когда она понадобится можно колесную базу 6 значит даже 8 ух ты это видимо все для заготовки леса на нам это не сильно интересно аэро запчасти тоже можно поставить разные мне больше всего нравится вот эта штука с обвесом крепление впереди что закрепление впереди кенгурятник было бы неплохо иметь какое-нибудь условное трехточечное крепление еще знаете что фрезу цеплять если она нам будущем понравится можно дополнительное освещение поставить правда по ночам мы не работаем поэтому смысла от этого тоже нету давайте защиту для фар поставим почему нет предохранительная рама сверху тоже ставится дополнительные зеркала в салоне реально из и тески просто весь тюнинг на цвет решетки цвет дизайна слушайте все можно перекрасить можно даже в оранжевые покрасить но честно говоря хотя кстати она даже смотрится в оранжевом цвете или она давайте в черном цвете с с оранжевой решеткой с оранжевым дизайном нет это не очень красиво мне кажется давайте у нас будет оранжевый цвет с черной решеткой вот такой по он вполне себе смотрится это уже у нас будет номер 40 тоже покупаем тогда до тратим деньги сегодня что капец ну и прицеп этот кроновский благо он не сильно дорогой его кстати тоже можно покрасить если убрать просто вот без дизайна то можно в любой цвет жахнуть но я знаете я наверно хочу оставить его кроновским мне кажется это было бы вполне себе симпатично что такое дизайн нет это ублюдство пускай будет белый цвет обода пускай тоже будет черный как увольны и это у нас номер 41 уже появится 50 поддонов он возит прекрасно просто но мы потом возьмем еще что-нибудь поменьше обязательно потому что будут будут у нас вещи которые требуют и поменьше что-то дзынькнуло а что дзынькнуло я вот не посмотрел можно было как-то архив уведомлений поднять ну ладно я знаю что дзынькнуло вот этот товарищ поехал к станции техобслуживания у него износ поэтому он поедет чиниться так и вот она наша техника новая надо ее отсюда забирать и придумывать парковочные места кстати раз уж у нас появился такой прекрасный ман то соответственно вот эта штука нам больше не нужна тюковоска и мы можем вполне себе один тюковщик кинуть на этот трактор на смотрите вот этот месси который с тюкалкой 175 лошадей же себе шка 235 тюкалки которые мы взяли требует 195 и 150 как раз вот это куновского менеджи себе шку вешаем тогда фастбейл на месси фергюсона ну и вроде как все прекрасно давайте тогда этих товарищей отправим обоих к дилер сервис и там они продадут старую тюкалку и вот этот прицеп для тюков он нам больше не нужен и ты друг тоже едешь на дилер сервис погнал через пару минут они оба туда приедут хороший был тюковщик в затюковал 3744 тюка молодец он кстати говоря в нашем отчете о технике типа наша тюкалка уже прям себя и желану на 60 часов отработала видимо она уже быстро ломается денег там за нее тоже особо сильно не дадут но ладно пускай пока эти ребятушки туда едут мы к ним сейчас вернемся у нас осталось 600 тысяч денег чуть меньше но у нас еще висят контракты так что немножечко мы сегодня подзаработаем и друзья да надо купить еще какое-нибудь поле вот пока что в приоритете вот эти вот три у нас которые здесь 16 стоит 600 тысяч 17 это участки номера 516 я думаю лучше взять то где уже посеян урожай где-нибудь посеян у нас здесь урожай нет здесь не посея на тридцать девятом посеян урожай и скоро он созреет давайте посмотрим что у нас здесь растет у нас здесь растет канала и на самом деле неплохо было бы ее собрать себе я думаю мы на контрактах тут еще ей два дня зреть я думаю на контрактах мы на поднимем это все дело канала у нас пойдет на производство топлива потом ладно сейчас мы это все дело мозгу им еще погнали возвращаться вот к этим вот товарищем а прицеп для тюков тоже отработал 52 часа перекрасить его стоит 10000 кошмара в общем то мы его продаем и приехала у нас сюда еще одна тюкалка мы тоже друзья сразу же продаем раз она на триггер заехала 301 тысячу за него дают перекрасить 20000 стоит смысл не знаю в общем то тоже продали продали техники на 549 на 49000 в принципе можем поле и побольше взять значит что мы дальше делаем мы берем нашу же себе шку и цепляем к ней квадратную тюкалку я надеюсь она с ней нормально абсолютно будет уживаться сразу же сразу же назначаем ей парковочное место постоять парковка тюковоз давайте мы ее переименуем парковка и на как у меня там с большой буквы все да да с большой у нас есть парковка тюковщик давайте мы тогда эту точку обзовем парковка тюковщик кв квадратный а чтоб я понимал и эту самую точку назначаем и самой тюкалки тоже и в принципе можно ее отправить уже работать так-то у нас там на 59 поле собирается соломка загружаем и курс комбайна говорим ей ехать на 59 поле единственное что меня немножко смущает это заставить его припарковать по завершению выгрузит ли он последний тюк по завершению работы в принципе сейчас проверим давай друг погнал работать ты сразу же сразу же идешь в бой отставить никакого боя сменить размер тюка мы забыли надо поставить сразу самые большие 240 сантиметров вот теперь друг ты идешь в бой погнал далее вот этот товарищ который у нас был с круглым тюковщиком ему мы цепляем новый круглый тюковщик и отправляем его сразу же домой потому что сегодня работы ему нет подцепились отправляем ему на парковку останавливаем и назначаем эту же точку самой тюкалки и отправляем на парковку он там в общем то все у него должно быть нормально кстати меньше по размеру там может быть будет меньше косяков с тем чтобы ребятам парковаться и друзья самый вкусный прицеп с автопогрузкой у нас появился здоровенный давайте это дело тоже подцепим и тоже наверно сразу же отправим их работать вывозить тюки какая у нас вольва появилась и это кстати свежая вольва не то что в етске до сих пор не обновляют ее с бортовым компьютером все как надо свеженькая скажем так значит друг что мы тебе настраиваем во первых ты у нас поедешь на поле 59 и разгружаться ты будешь на судоводстве я проверял там точно удобный триггер стоит чтобы выгружать это все дело назад с этого прицепа разница в цене в соломе не такая принципиальная поэтому пофиг и возить ты будешь квадратные тюки на 240 сантиметров и на курс плечики тебе тоже настраиваем не очень удобно конечно сделано настройка вот этой работы конкретно надо нажать начать работу ему и снять да а он даже и не начал работу но поле он принял это хорошо все друг давай есть катать а нам надо еще настроить ему авто выгрузку разгрузку позади ожидание в принципе сейчас здесь ему не надо и поставить еще штуку фиксировать груз стяжными ремнями или это наоборот работает непонятно вроде как он вот так вот должен это все дело фиксировать пускай короче фиксирует давай погнал работать есть собирай тюки и мы потом посмотрим как ты работаешь так комбайну нашему нужна нуждается в нужно заправить топлива 120 литров у него всего осталось поэтому давайте мы его сейчас прервем точнее нет ты давай и эти работой сейчас кто-нибудь подъедет его разгрузит а мы пока сходим за нашим трактором он где-то там был который топлива здесь привез что у нас тут 1600 литров еще осталось так что все нормально блин чел ты съездил починился и у тебя 47 кубов этого самого овса было в кузове нахрена ты приперся сюда съездил бы разгрузился сначала так оставляем этого товарища здесь и сейчас мы вручную заправим комбайн не очень удобно конечно или у меня не получается так сделать раньше курс play если вот он работал и требовалась заправка подводишь заправщик он сам останавливается заправляется ей дальше здесь же у меня не получилось это все сделать пока может быть это даже и не работает скорее всего не работает поэтому нужно делать вот такие вот телодвижение давай друг заправляйся хотя бы из этой штуки он заправляется быстро если бы он заполнялся долго еще и отсюда этот скрипт работал я бы его точно уже синес но пока что он у меня стоит на медленную заправку вот это вот бочка полчаса загружается нормально у нас пока что медленная размеренная карьеры какая уже восьмая серия или девятая восьмая да еще ни разу свои поля не убирали я уже сто часов наиграно сто тридцать пять по моему мы вчера на стриме смотрели а так я еще на работе сегодня поиграл тройки сто сорок четыре сто сорок пять часов уже да на этом сэйве нормально вот все этот дальше работает ему осталось работать час я думаю этого бака топлива ему должно хватить вполне себе поэтому этот товарищ у нас едет домой хотя можно его первоначально еще отправить заправить куда-нибудь заправиться заправка север дизель давай погнал поставим его на заправку о здрасте приехали началось но вообще не круто друг то здесь поступил немножечко все переделываем а во черт не то нажал вот это нам надо соединить но и в теории это должно теперь заработать блин если здесь параллельно кто-то будет поворачивать направо то они точно не разъедутся давай друг дубль два у тебя поворачивай нормально нормально надо еще скорость его в поворотах немножко снизить потому что он до 90 разгоняется возможно кстати и можно было не переделывать но чуваки тоже не разъехались так все давай есть правда он куда-то не туда поехал но да ладно так тюки тюки у нас идут сколько они кубов по 9 до до 9 кубов отлично он вывозит 30 тюков таких то есть 270 кубов за раз мы будем солом из поля вывозить прекрасно прекрасно ну и плюс опять таки тюкалка быстро работает сеном может быть чуть поменьше они будут по размеру но все равно много ну и вроде как довольно таки большую часть работы мы сегодня сделали но у нас осталось 630 тысяч и нам надо купить тогда поле мы вкладываемся в поля очень надеюсь что за завтра мы заработаем миллион денег на контрактах и будут контракты на траву плюс должны будут созреть некоторые поля еще завтра на 8 на 80 поле тоже контракта не было почему-то в теории должно созреть 13 12 23 поля может быть дадут их убрать было бы прекрасно еще на 76 созрела там картошка нет техники и убрать контракт есть техники нет и пока что я ей обзаводиться желания нету а так вот тогда давайте 36 поле 16 участок покупаем блин туда же скидка маленькая два процента всего как так то и здесь скидка два процента а здесь хоть мы выбили скидку вам не хватает денег но не на пи а 16 процентов о нормал дым но ладно как есть добро пожаловать у нас новое поле но я так понимаю просто закультивировано она даже не культе тут вообще никакой информации о нем нету поэтому мы сейчас пойдем его наверно надо закультивировать до нас культиватор правда занят и она еще и во вспашки нуждается полина я чизеля до сих пор не купил сколько стоит хотя бы один штакта время то у меня есть чтобы это все одним делать во первых нужен трактор на 150 кобылу можно смотреть маленький вообще планировал штуки 4 этих чизеля купить так это наши трактора в собственности папа 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 такое у нас есть у нас такого нет да здесь не показывается что у нас есть потому что вот такой джонни страшненький у нас есть здесь нигде это не написано так 122000 вот пожалуйста минимальный трактор или фэнд в принципе трактора то могут повторяться мне вот этот нравится 155 лошадей и чизель культиватор ух ты на 10 10 лошадиных сил 1 и 2 метра кайф и взять ему вот такой вот трактор на 14 лошадиных сил ну прикольно было бы да ладно смотрим нормальные чизеля будем брать 4 метровые 130 лошадок минимум надо вот эти брать не хочу я уже говорил почему 10 с половиной тысяч 10 500 если быть точным наверное про не так говорит уже 10 с половиной тысяч это может быть и 10 500 и 15 тысяч кстати есть тюковщик из какого-то тоже dlc самоходный круглые тюки делает но не обматывает надо будет как-нибудь на него посмотреть короче 130 тысяч на минимум вывалить 135 136 тысяч за новый чизель это неплохо было бы конечно его поиметь у нас принципе то деньги сейчас появится скоро у нас контракт через час будет выполнить 138 тысяч мы за него получим плюс там соломы сколько это продастся до дилемма так у нас вот этот товарищ кстати приехал на заправку поэтому давайте поставим его заправляться а вот этот товарищ у нас потихонечку грузить тюки сам ездит сам собирает не сильно быстро он это делает но кстати можно ему поднять скорость работы в поле сильно большую ставить конечно не стоит хотя бы 30 километров в час должно быть уже немножечко повеселее нормально будет ездить разгружаться а он еще и начал по кругу вслед за тюковщиком ехать что тоже неплохо к вашу побыть тюки щас мана не спотыкались которые по автодрайву работают но они в теории должны видеть это препятствие ладно они там работают нам в любом случае надо как минимум поехать посмотреть почву на нашем новоиспеченном поле поэтому поехали этим в первую очередь ты займемся а Субтитры подогнал «Симон» Так, вроде как последний образец мы взяли. Правда, есть у меня подозрение, что там где-то я пиксель один видел. Восемь образцов мы уложились на этом поле. Да, есть один пиксель, недоделанный. Берем еще один тогда образец. Разгрузиться здесь есть кнопочка, да? Прикольно. Складываем тогда вот эту вот штуку, наш грунтонос. И отправляем образцы на анализ. Почему-то не было в подсказке кнопки. Или я ее просто не видел, пришлось гадать. Но, да, угадал. Ну, а вот эту хреновину мы тогда паркуем обратно. Сегодня она нам больше не нужна. Сегодня мы вряд ли купим еще какое-нибудь поле. Деньги закончились. Так, с ты у нас везешь 243 куба. И это как бы меньше, чем надо, да? Может быть он там не до конца загрузился. Возможно, скорость слишком высокая была. Но, да ладно, в любом случае пойдет. Жалко, что не ловит этот самый инспектор в левом верхнем углу. Количество, сколько он везет. Ну, короче, везет и хорошо. Мне-то, друзья, на самом деле еще и валковую жатку хочется побольше купить. Месси Фергюсон 3709 у нас. Он совсем же немощный, да? Это вот этот, 95 лошадей. А что у нас есть из валковых жаток? Новых, может быть, какие-то завезли. 115 лошадей. Вот это вот 80, но это 8,5 метров. Шила на мыло. Опять-таки классовская 15 метров. И тоже 115 лошадей. 115 лошадей куновская. Вот это мне нравится, в принципе. Что-то вроде как этот самый. DLC Хэй и фураж пак. А тут ничего толком такого интересного. Это и 4 ворошилки всего. Но здесь вот этот вот валковый ковер. Кстати, прикольная штука, конечно. Но при работе по курсплею не сильно нужная. 130 лошадей, 9 метров всего. Опять-таки шила на мыло. Но самому вручную прикольно играть. Блин, вот эту куновскую взять бы, конечно, не помешало бы. Можно взять ее реально под этот трактор 95 лошадей. Может, он ее сможет тягать? Не, ну она слишком здоровая. Взять какой-нибудь трактор. Тот же самый Фент, например, 300. 113 лошадок. 123, вот чтобы тягал нормально. 112 500, еще 160 тысяч. Черт. Просто перед контрактами на тюковку, которые завтра будут, хочется обновиться. Потому что времени уходило довольно много на все это дело. И все-таки, друзья, я обновлю. Сейчас с контракта все равно деньги будут. Волковалка. Давай шуруй к дилер сервис. 28 с половиной часов она отработала. И мы с тобой немножко попрощаемся. Хотя есть у меня подозрение, что сюда не заедет на парковочное место. Новая волковалка. Так, соломка у нас продалась. 8 тысяч за прицеп. А ну-ка, давайте-ка найдем его, посмотрим, как он там стал. Ничего ли он не высыпал лишнего. Никуда не промазал. Да, все тюки исчезли. Здесь оно прекрасно разгружается. Олепота. Ну и опять-таки, по курсплею работает, по автодрайву работает. Что еще нужно для счастья. Я потом будет свободное время, посмотрю, как оно на других точках продажи. Может быть, где-то там подвигаю туда-сюда автодрайв, чтобы везде хорошо у меня разгружалось все. Или добавить там просто еще одну линию, которая будет параллельно, и именно на разгрузку тюков отдельно сделать и выгружать в сторону, вправо. А прицепы, если там возить что-нибудь сыпучее, возить так. Да, это хреновина довольно быстро справляется. Это меня несказанно радует. А, я тут, кстати, на волковалку замахнулся. Мы же сейчас на чизель собираем. Черт. Если уж, кстати, на то пошло, то нам же пришли анализы. А 36-е поле, уровень PH. Можно, кстати, и поднять, наверное. Поле даже трохи удобрено. То есть удобрений не надо будет никаких сыпать. Ну, точнее, расход будет маленький. Что меня радует. Давайте-ка мы его известью еще посыпем. Чтобы был прям идеальный уровень PH. Интересно, сколько стоит вот именно купить просто данные о почве. По-моему, вроде как дорого. Или забить нам на первый урожай на вспашку. С другой стороны, я овес туда собрался сеять. А он и так не сильно урожайный. 15 процентов. Но, ладно, не знаю. Сейчас вот буду думать. Это у нас 36-е поле. Поэтому ты едешь туда. Рисуем тебе, друг, маршрутик, как обычно. Вот. Единственное, углы мы тебе поставим острые. Во. Нормал дым. Пойдет. И, друзья, я для контрактов еще ставил здесь вручную самый минимальный уровень разброса. А сейчас мы поставим автоматическую дозировку, чтобы оно сыпало как надо. Потому что поле на нашем поле экономить не стоит. Поэтому давай съезди все это дело сделай. У нас, кстати, культиватор приехал. А если приехал культиватор, это значит, что контракт выполнен. И мы его принимаем. И сразу же у нас появился посев на 42-е поле. Засеять нужно фасоль. Ну, разумеется, мы принимаем этот контракт. И отправляем нашу сейлку. Это же она у нас фасоль сеет, да? Она у нас фасоль сеет. Прекрасно. Это у нас поле 42. Опять-таки, частоту сева автоматическую мы отключаем. И ставим минимальную, чтобы тратил он прям минимум семян. Маршрут на поле мы генерируем. Готово. Да, сейтинг, конечно, будет долго. Но что поделать, что поделать. Давай, друг, погнал. Ждем, друзья, еще выполнения вот этого контракта. Правда, сперва все равно надо будет солому всю собрать. Потом только контракт принимать. Значит, солома исчезнет. А здесь солома лежит вот в тюках. То, что лежит на поле, это уже 10 тысяч 11. У нас еще поддон с гирпицидами лежит. Так, что-то я сейчас не понял. А, 9 тысяч, все правильно. Так, кстати, много не добрал наш этот самый товарищ в прошлый раз. Как-то прям совсем он много не добрал, получается. 270 кубов я насчитал. 9 на 30, да? Собрать ему. Бздынь. А, видите, он здесь пропустил. Ладно. Давайте ручками пособираем. Забиваем его полностью. Разгружаем. И он упаковывается ровно. План капкан. Давайте вот с этой стороны. Черт, да. Не надо так делать. Но если на большой скорости пролетает мимо тюка, он может лечь сюда неровно. Включаем автопогрузку и запихиваем туда по максимуму. Он может лечь не на свое место и, соответственно, занять два слота сразу. Ну ничего, мы все сделаем сами. Переделаем. Ничего страшного не случится, если мы тут сами чуть-чуть прокатимся. Правильно? Ну что, и вот он вроде как последний тюк вся сейчас кладет, но всего 28 там. Поэтому мы их выгружаем. И вот у нас, видите, две дырки получилось. Блин, а выгрузить лучше было бы, конечно, влево, а не назад. Но автодрайв все сам переставил. Бздынь. Они попрыгали и забили все. Шикарно. Видимо, надо открыть шторку, чтобы он слева разгружал. Давай сбоку бздынь. Разгружаемся. И по одному их запихиваем. Вот они ровненько собрались. Ремнями это все цепляем, что я пока что не очень понял, как тут ремни работают. Но ладно. Шторку можно закрыть. Она тут даже анимирована, все красивенько. Прям как шторка, да? Последний тюк мы сюда кладем. 270 кубов, как и надо. Давай, друг, погнал. Нуждается в разгрузке, поедет выгрузиться. Тюкалки здесь в любом случае еще целый час работать, но она тут отработает, что надо. Волковалка наша приехала, кстати, с пустым баком она. Хорошо не догадался хоть сейчас ехать. Ладно, пока стой здесь. Я тут думаю насчет чизеля. Так, блин, надо комплект брать, а это 500 тысяч. С одного начинать. Ну, или взять один, чтобы был хоть сколько-то. Но это ладно. Уровень PH. Вот здесь сейчас едет наш трактор. Вот эта полоска, видно, поднимается. Я ему не поставил переключение по табу. Ну и ладно. Товарищ, который у нас будет все сеять. Сейчас посмотрим, сколько ему тут по времени сеять и какой расход семян у фасоли. Этим ребятам еще полчаса минимум. Но я ему поставил вызывать разгрузчика сразу же. А он постоянно за ним вот так ездит. Они разворачиваются и он начинает ехать за ним назад. Поэтому они... Комбайн практически не простаивает. И поле подовез как раз тоже подходит. Он делает вот эту вот проходку, разворачивается. И до конца другой проходки едет, разгружается. Тут, в общем-то, на этом поле повезло. Простое почти нету. Вот что хорошо. Да. Уже 84 тюка этот чувак сделал. Ну да. Опять-таки не останавливается. Работает быстро. Молодец. Этот у нас посеет 2 часа. Божечки ты мой, а. Ну ладно. Завтра будет на работе у меня тут ездить и сеять. Что еще остается? Август у нас насыщенный на полевые работы. Техники как бы... Комплект есть, но по-хорошему иметь там по 2-3 сейлки, по 2-3 культиватора, дохренища комбайнов. О, кстати, вот этот товарищ у нас заправился. Давай едь на парковочку тогда. Заправляется, зараза, долго. Вот этот товарищ у нас как раз приехал разгружаться. Я его вовремя словил. Сейчас посмотрим, как это работает. Да, не очень красиво выглядит, но тюки все исчезают и это хорошо. 9 тысяч один прицеп. Это он только вокруг. Это он второй раз и успел только вокруг поля вот это объехать поворотные полосы. Там соломы будет много. В общем-то, друзья, на этом мы, наверное, эту серию с вами и закончим. Впереди у меня куча работы. Не знаю, что будет по контрактам на завтрашний день, сентябрь. По сути дела, в ближайшее время у нас тут, то есть, контракты, покупка полей. То есть, технику никакую обновлять, в принципе, наверное, не буду. Поэтому увидимся мы с вами, наверное, не скоро. Хотя, не знаю, посмотрим, как карта ляжет. Может быть, какой-нибудь стримец устроим, пока между сериями будет тут. На этом, в общем-то, все. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте ставить лайки. Пишите ваши комментарии по поводу этого прохождения. Бустерам огромное спасибо за поддержку. Если вы хотите смотреть ролики заранее, то по мере съемки я имею в виду, то сделать это можно на бусте. Ссылочка в описании. Ну и всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok